11.06 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». Сегодня среда, а это значит, что разворот на бизнес. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Добрый день в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим мы сегодня на тему, вкусную тему, далеко не 16+, а, наверное, гораздо ниже можно возрастную цену запустить, на тему сыра и его производства в Кировской области. Сырный вопрос. Сырный вопрос. Станет ли молочной Кировской области экспертом в сыре? Так мы обозначили сегодняшнюю тему. И бьем мы ее на две части. Во втором часе к нам придут фермеры, которые производят фермерский сыр в небольших усадьбах, подворьях. И поговорим с тремя фермерами. Это представители экоусадьбы Ошейд Светланой Шиловой, сыроварни Воснецов Виталием Добрыниным и Сергеем Ивановым, которая тоже частная сыроварня. Это все во втором часе. А в первом часе мы будем говорить с промышленниками. Да, и у нас сейчас в студии Людмила Ивановна Лебедева. Это заместитель главного инженера, главный технолог ЗАО «Кировский молочный комбинат». Добрый день. Это Михаил Леонидович Старостин, управляющий Орловским отделением Кировского молочного комбината, где как раз производятся сыры под брендом «Вятушка». И Федор Васильевич Сураев, заместитель генерального директора Кировского молочного комбината. Здравствуйте. А кроме того, у нас на связи мы попробуем связаться. Я думаю, что все получится по телефону с Виталием Сергеевичем Рябовым. Это коммерческий директор городского молочного завода Кирово-Чепецк. Да, но с сыром разные истории связаны. Особенно актуальна эта тема сейчас, потому что сыр, сыр, оговорилась уже, да? Раньше мы как раз начали обсуждать, какой именно сыр мы видим на наших прилавках и способны ли мы сделать правильный выбор, да? В связи с санкциями, которые введены уже давным-давно, можно так сказать, и которые продолжаются, и мы не видим там тенденции, что их будут отменять, сельхозпроизводители, с одной стороны, вроде бы, имеют некую фору, с другой стороны, по-прежнему сталкиваются с трудностями, как, наверное, сельхозпроизводители во всем мире, да? Которые требуют государственной поддержки и, в общем, очень сильно зависят, например, от сезонности, да, тоже. Так вот, мы хотим, уважаемые горожане, помочь вам сегодня разобраться с тем, что мы видим на наших полках, как сделать правильный выбор, как купить качественный сыр. И поэтому вот первую часть программы, сегодня первого часа, посвятим именно тому, когда и как начал производиться сыр в Кировской области, на предприятиях, из каких продуктов он изготовляется, что сейчас мы видим ассортимент, и как вот этот выбор-то осуществить как раз. И сейчас предоставим слово Михаилу Леонидовичу и спросим, Михаил Леонидович, на предприятиях Кировского молочного комбината, как давно начали производить сыр? Сыр в Орловском маслосырозаводе начали производить еще в 50-м году, строительство завода началось в послевоенное время, и в 1950-м году завод начал работать, на первом этапе принималось всего 10 тонн молока, со временем завод расширялся, строился, и на объемы вышел где-то в конце 70-х годов, производилось до 700 тонн сыра в Орловском районе, но в то время был Халтуринский район. Отделение стало с 2002 года отделение Кировского молочного комбината, и с той поры, с 2002 года отделение специализируется только на выпуске сыров, натуральных сыров. Давайте расскажем, какие именно сыры производились, может быть даже в начале, когда только закладывался и начал свою работу завод, и как изменился ассортимент сейчас? В начале, значит, выпускали сыры типа литовский, со временем, значит, литовский сыр не стали выпускать, купили технологию в Новосибирского завода, вернее, института сыроделия, и стали выпускать сыр обской, обской и голландский. И сейчас, значит, в данный момент предприятия выпускают сыры обской премиум, голландский, радонежский, фаворит и гауда премиум, различные жирности. И также мы осуществляем фасовку и нарезку всех этих видов сыров. У себя на предприятии? Это исключительно приобретенные технологии или есть разработки именно сыроваров, сыроделов, вернее, орловских? Сыр обской премиум, это уже разработка нашего молочного комбината, Людмила Ивановна занималась разработкой. Сыр голландский, это разработка углического института, радонежский фаворит. Радонежский фаворит, это разработка Барнаульского института сыроделия. То есть это алтайский сыр? Да. А как вообще происходит поиск, исследуется спрос? Как вы работаете над разработкой рецептора сыра? Традиционно сложилось так, что Орловское отделение было настроено на выпуск сыров полутвердых. И поэтому, когда решался вопрос о том, чтобы расширить какой-то ассортимент, мы были именно настроены на то, что сыры нужно будет вырабатывать, именно полутвердые сыры. И поискав все, что было на тот момент, в 2002 году, приемлемое для существующего оборудования, для существующего сырья, мы определили, что именно те сыры, которые мы сейчас вырабатываем, мы можем вырабатывать на этом предприятии, вырабатывать их очень качественными. Даже вот когда решался вопрос о приобретении технологии Барнаульского института, мы приглашали специалиста из Барнаула. Она приезжала с обследованием именно производства Орловского отделения. Она посмотрела и сделала заключение о том, что мы такие сыры в состоянии вырабатывать в то время. И, в общем-то, дала разрешение на приобретение этой документации. А вот так еще и происходит. То есть прежде чем продать, вам никому попало, продают. Они смотрят оборудование, смотрят специалистов, и, наверное, качество молока много вы там слышали. Расскажите, это очень интересно тем, кто покупает, все-таки чем отличается? Мягкий сыр, полутвердый сыр, твердый сыр? Ну, он отличается прежде всего своими органолептическими показателями. И когда любой человек приходит, покупав, попадая в магазин, он визуально видит уже, какой сыр мягкий, какой плавленный, так скажем, какой полутвердый, какой твердый. А по качеству они как времени созревания? Да, они отличаются по технологии, они, конечно, все отличаются, но это очень так специфично, не знаю. В общих словах, мягкий сыр, это что такое? Мягкий сыр, это сыр, который не требует такого длительного процесса созревания, так скажем. Он делается быстро. Срок созревания у него идет от 3 до 10 дней, а полутвердые сыры созревают до 45 суток. В частности, сыр голландский, который мы вырабатываем, он созревает 45 суток. Другие сыры у нас созревают 30 суток. А твердые сыры? А твердые сыры, соответственно, срок созревания у них идет от 3 до 6 месяцев. И больше. И больше, да. Но у нас просто, я так понимаю, не совсем молоко подходит для производства твердых сыров? Нет. Или возможно тоже технологически? Возможно, возможно. У нас очень хорошее молоко, но я, в частности, говорю о молоке, которое используется на Орловском отделении, потому что туда молоко завозится от наших агропромышленных предприятий. Мы за этим молоком очень следим. И добивались несколько лет вот такого качества, что... Какого? Что должно быть в этом молоке, чтобы оно было подходящее? Молоко должно быть в первую очередь сыропригодное. Но это тоже такие биохимические процессы в молоке должны быть исполнены при производстве этих сыров. Это особые буренки должны быть какие-то? Нет. Кормить их надо по-особому. Что это? Это должен быть рацион кормления специальный для того, чтобы вот именно тот белок в молоке, который присутствует, он в процессе сочуженного свертывания давал правильное красивое зерно, которое потом бы при механическом воздействии слепалось и давало потом в процессе созревания красивый рисунок. Ну вот так вот вкратце я рассказала. Вот если в общих фразах сказать, как кормят коров, которые дают просто молоко на какие-то молочные продукты, а как кормят коров, которые дают сыропригодное молоко? Имеем представление? Представление имеем, но тут, конечно, рацион вряд ли чем-то отличается. Сейчас уже, по-моему, все кормят на комплексах коров одинаково, потому что молоко, которое получает сыропригодное и несыропригодное, сейчас, по-моему, кормление одинаково. То есть, в принципе, все молоко, которое вы производите, можно... Не все молоко. Нет. Получить качественный сыр можно только из молока, содержащего не менее 3% белка. Поэтому мы на сегодня, в данный момент, берем молоко только от тех предприятий, которые подходят под параметры сыропригодности. У вас сколько таких предприятий? У нас предприятий несколько. Мы на сегодня берем от трех предприятий в Орловской отделе не поступают. На сегодня 90-95% сыропригодного молока от этих трех предприятий. Приверемся сейчас буквально ненадолго и подключим ваших коллег из Кирово-Чепецка. Продолжается программа «Разворот на бизнес». Сырный вопрос. Станет ли молочная Кировская область экспертом в сыре? Мы вот эту тему сегодня разрабатываем. У нас в гостях представители Кировского молочного комбината. Прямо сейчас мы постараемся подключить коммерческого директора городского молочного завода Кирово-Чепецка, Виталия Рябова. Сейчас наш продюсер с ним связывается. Ну а с нашими коллегами из Кировского молочного комбината мы говорили о том, что молоко сыропригодное, это особое молоко, не менее трех процентов белка должно быть, для того, чтобы связывалось, получился мягкий сыр. У нас в Кировской области вообще на мягком сыре мы специализируемся? Или кто-то все-таки тоже выпускает там твердые сыры? Но наши сыры полутвердые. Полутвердые, да, простите. Полутвердые, а мягких сыров у нас в области немного совсем производят. Есть у нас связь. Сейчас мы выведем Виталия Сергеевича. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый день, Виталий Сергеевич. Это Светлана Занько. Здесь студия Олег Прохоренко. Мой соведущий и представитель Кировского молочного комбината. Мы сейчас знакомимся с историей производства сыра на предприятиях Кировской области. Скажите, пожалуйста, Кирово-Чепецкое предприятие как давно занимается производством сыра? Безусловно, на данный вопрос я вам отвечу. Но в целом могу сказать, что наша компания существует с 1964 года. Мы производим молочные продукты. Освоили выпуск сыров с 1997 года. И специализируетесь на каких сырах? Да, отвечу тоже на данный вопрос. Сыры мы производим непосредственно твердые. В частности, хотел бы, наверное, особый акцент сделать. То, что мы в угоду изменения нынешней экономики стали производить элитные сыры. В том числе Моздам, Пармезан. Насколько большой спрос именно на сыры в Вятске вы ощущаете? То есть, производство и городского молочного завода, и других производителей кировских. Или все-таки люди гонятся за более низкими ценами и сырными продуктами? Да, вопрос очень правильный и хорошо поставлен. Скажу в следующем образом. Рынок, он в любом случае разношерстный. То есть, есть разные сегменты в рынке. Есть сегмент средний, есть сегмент премиум. Но, безусловно, цена для любого покупателя является критерием выбора продукта. И человек устроен так, что мы хотим купить хороший товар по более низкой цене. Но это наша психология. И, к сожалению, ряд производителей, пользуясь этим, выдают за продукты, название сыр, далеко не сыр, а сырные продукты. И, следовательно, покупатель, видя ценник, что это сыр, покупает этот продукт по низкой цене, думая, что получая выгоду. Но, на самом деле, он покупает сырный продукт. К сожалению, некоторые производители пользуются данным видом. Да. Виталий Сергеевич, я бы хотела сделать все-таки шаг назад. Вы сказали, что вы, согласно требованию рынка, начали производить твердые сыры премиум-класс, такие как Моздам и Пармезан. Это началось с введением санкций? Скажу честно, началось это немного раньше, то есть мы данные продукты осваивали, то есть данную линию, к чему подытожили немножечко. А прежде чем запустить любой продукт, мы должны пройти сертификацию данного продукта, мы должны с вами купить оборудование, подобрать молоко, сырье с солом для продукта. Это очень сложный процесс. Почему это все так заключается? Наше кировское молоко, которое мы покупаем в наших местных хозяйств, только 20% сыропригодное молоко. Если мы говорим под элитный тип сыров, то там даже менее 7% подходит молоко, аж сырья под данные сыры. А кроме всего, сами знаете, чтобы получить хороший продукт в любом виде бизнеса, кроме, как говорится, сырья, нужны еще технологии, нужны люди и нужен сервис. А где вы закупали рецептуру Моздама и Пармезана? Вот ваши коллеги из Кировского молочного комбината говорят, что взаимодействуют с Новосибирском, например, с Барнаулом. А вы рецептуру где брали? Я скажу честно, то есть мы в любом случае, почему у нас называется элитные сыры Мортон? То есть непосредственно данную линию продуктов нам ставили итальянцы непосредственно. И также саму рецептуру продукта мы совместно с ними разрабатывали и пользовались их разработками. Долго? Да. Какое время этот процесс занял? С момента, когда у вас возникла идея, до момента, когда вы начали выпускать эти сыры элитные? Процесс, наверное, до того момента, как нас стало устраивать по качеству, это не менее двух лет. Не менее двух лет. И какую долю, простите, пожалуйста, Олег, какую долю, я хочу элитные просто сыры добить, какую долю в вашем производстве элитные сыры твердые занимают сейчас? Честно скажу, это в районе 30%. Вроде хочется и похвастаться, и здорово, доля большая стала. Но вопрос в начале разговора ваш был поставлен правильно, а доля традиционных сыров, она, хотим мы ли того или нет, она падает. Потому что есть сырные продукты на полке, и, к сожалению, по конкуренции выдерживать именно в рамке цены мы не можем. А скажите, все-таки расчет, наверное, был большой, и ожидания были большие от вот этих контрсанкций, которые заградили наш рынок от внешних молочных продуктов и сыра, в первую очередь, от европейского сыра. Был ли, ощутили ли на себе как раз прирост, тем более, что вы готовились и заранее уже готовили, разрабатывали какие-то сорта, производство сортов сыра, и как ситуация складывается на сей день? То есть, насколько эти контрсанкции, они помогли в производстве сыра? Безусловно. Сказать, что санкции не помогли, это неправда. Санкции помогли. На полке вы и сами видите, многие импортируемые товары, их на полке просто не стало. Спрос все равно остался на эти продукты. Конечно, не в таком количестве, но он есть. И под этот спрос, конечно, ряд производителей делает продукцию. И в частности, и в том числе и мы. — Какие вы сейчас чувствуете факторы, которые влияют на спрос, на сырный спрос, так скажем, кроме санкций? И в какую сторону вы уже обозначили, что все-таки чувствуете, что как бы не хотелось производить качественные, дорогостоящие сыры элитного класса? Покупатель голосует рублем за более дешевые и даже, может быть, менее качественные продукты. — Безусловно, это так и есть. Немножко расскажу в сторону экономики, чтобы было понимание. Для производства настоящих сыров нам нужно не менее 11 тонн молока сырья на тонну сыра. Для понимания только в себестоимости продукта 250 рублей составляет молоко сырье. Это на килограмм сыра. 250 рублей. Добавляем среднюю наценку торговли, здесь 25-30 процентов, то в любом случае сыр на полке будет стоить 325 рублей минимум. А мы даже с вами не считали, в том числе, что нужно оборудование, нужны люди, технологии, хранение, логистика, доставка. То есть в любом случае цена на сыр уходит. А на полке есть на сегодняшний момент продукты и за 250 рублей, и за 200 рублей. — Наверное, потребители должны задаться в... — В конкурентах плохо, и о других продуктах. Но просто стоит задуматься, из чего данный продукт будет сделан. Ни одно предприятие не готово работать, наверное, в убыток. Ведь цель любого предприятия — зарабатывать деньги. Тогда вопрос, из чего сделан данный продукт. — Да, мы сейчас это тоже будем обсуждать. Еще у меня есть вопрос про полки. Вы уже их упомянули. Где продаются ваши продукты? В Кирове, в Кировской области? Может быть, за пределы вы поставляете? И сложно ли попадать на полки федеральных сетей? — С федеральными сетями попадать всегда сложно. Вопрос выстроен в следующем. Чем больше структура компании, тем больше этапов согласования проходит от старта до ввода продукта. Но попадать на полки можно. Для примера, у нас в Маздам самые большие продажи, как ни странно, в компании «Аутандр», которая позиционируется полкой низких цен. Да, мы представлены в магнитах. Также наши продукты покупают локальные сети, все местные. В том числе и X5, федеральная компания. Работаем мы с другими регионами. Коми, Пермский край, Костромская область. — Приходится ли больше конкурировать вам с местными производителями или с внешними производителями? — Рынок настолько сложный и простой одновременно, что конкуренция не бывает только с местными или с федеральными брендами. Она происходит так или иначе и с теми, и с другими. У покупателя всегда есть выбор. И, наверное, скажу, может быть, словами не так давно одного известного человека. Человек покупает не продукты, а покупает калории. Ну, это как раз слова владельца «Тандера» бывшего. Но в любом случае есть продукты-субституты. Это тоже никто не отменял. В любом случае конкурировать что с локальными, что с федеральными производителями. У покупателя всегда есть выбор. — И последний вопрос. Вот мы как раз с этого вопроса, наверное, перейдем к обсуждению выбора тоже. На днях, вот Олег сегодня пришел с новостями. Он видел сообщение о предложении Минсельхоза. — Да, о запрете производства сыроподобных продуктов. Но пока это предложение. И были у нас у гостей в студии сомнения насчет того, что будет какое-то действительно решение принято. Слишком уж много коммерческих интересов тут завязано. Но, на ваш взгляд, такое решение было бы разумным, если действительно запретить производство, продажу сырных продуктов? — Вопрос хороший, но он сложный. Нужно отталкиваться не от того, что хочет переработчик или производитель, а от того, что хочет покупатель. Это важно. На сегодняшний момент мы видим, что покупатель тоже хочет видеть продукты за 200 и 300 рублей. Было бы правильно законодательно отделить на полке сырные продукты отдельно и настоящие молочные продукты, чтобы у покупателя было ощущение, что в этом сегменте я беру только натуральные молочные продукты, а в этом, да, есть продукты-заменители молочного жира, но я осознанно иду и покупаю их. — Как сейчас сделано? — Тогда будет для покупателя прозрачно, понятно и осознанно. — Как сейчас выстроено с маслом? — Убирать продукты сырные с полки, но мы тоже не дадим покупателю выбору. Пусть покупатель выбирает, но нужно, чтобы он был не обманут, а чтобы были настоящие названия продуктов. — Ох, мы все время хотим последний вопрос задать, возникает новый. Все-таки у вас производство сыра, именно сыра. Вы планируете как в этом году, в 2018, будет расти, примерно на том же уровне оставаться или падать? — Как раз продолжу вот этот разговор. Мы в любом случае должны понимать, что мы должны покупателю дать и дорогой продукт, и дешевый, чтобы у покупателя был выбор. А наша компания разработала новый продукт, сыр легкий, это 20% с пониженным содержанием жира, полностью натуральный. И стоимость данного продукта будет немножко пониже, чем традиционные сыры 45%. — За счет чего? За счет жирности? — Мы планируем в этом году как минимум увеличить объем продаж по сырам на 10%. — Вот именно за счет этого продукта? — Посмотрим, что по факту получится, но будем стремиться. — Спасибо большое. Виталий Рябов, коммерческий директор городского молочного завода Кирово-Чепецка, был с нами на связи. Ну вот, коллеги, вы видите, куда, например, Кирово-Чепецкий завод движется, а какие у вас по этому поводу планы, на что вы рассчитываете в 2018 году, обсудим после короткой рекламы. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». — Сырный вопрос. Станет ли молочная Кировская область экспертом в сыре? Мы беседуем с нашими гостями Людмилой Лебедевой, заместителем главного инженера, главным технологом Кировского молочного комбината, Михаилом Старостиным, управляющим Орловским отделением Кировского молочного комбината, Федором Сураевым, заместителем генерального директора того же предприятия. — И мы продолжаем тему, которую начали до перерыва, до рекламной паузы. Это по тому, насколько широко представлена наша кировская продукция в торговых супермаркетах и Кировской области, может, соседних регионах, и насколько трудно, а может, легко бывает, заходить, как раз расширять свой рынок сбыта. — И вопрос Федору Сураеву, именно для Кировского молочного комбината, как дела обстоят с реализацией сыра. — Если по поводу нашей продуктовой линейки, именно по сырам, то вся наша продуктовая линейка, конечно же, представлена в наших фирменных магазинах. Потом в наших местных локальных сетях тоже мы очень широко представлены, практически весь полный ассортимент присутствует. У федералов, конечно же, ситуация похуже. Там, допустим, в этой же карусели мы представлены только весовым сыром, а в сети «Магнит» порядка двух видов нашего сыра продается. — Это имеется в виду только кировские магазины? Фирменные, понятно, кировские. Или за пределами области тоже в «Магните» в карусели можно вас найти? — За пределами области пока, к сожалению, нельзя купить наш сыр в федеральных сетях, потому что мы пока не работаем с распределительными центрами за пределами нашей области. — С этим есть сложности или нет задач? — Сложности на самом деле есть, потому что через РЦ у них сразу идут требования о снижении стоимости продукта. А так как у нас продукт натуральный, из натурального молока делается, то есть мы не применяем технологии, которые сокращают созревание сыров. Поэтому возможности снижения цены у нас больше нет. — Соответственно, вы не увеличиваете объем продаж, а примерно на том же уровне, то есть если рынок стабильный, и если это рынок города Кирова и области, то примерно те же объемы производства и остаются. — Да, примерно те же объемы. У нас еще производственные мощности наши ограничены в Орловском отделении, поэтому мы вышли на определенный уровень и поддерживаем те же объемы производства и продаж. — Но насчет расширения, увеличения объемов вы пока тоже не думали? — В будущем планируемо. — От чего это будет зависеть? От чего это будет зависеть? Понятно, что это маркетинговое исследование, то есть от каких тенденций, когда вы поймете, что нужно, например, расширять производство сыра, и, собственно, почему оно до сих пор сохраняется тогда, если оно не расширяется? Кто может сказать? — Вот это Михаил Леонидович, наверное, ответит. — Ну, тенденция, я думаю, к расширению, она действительно есть. Вот как городской молочный завод расширяет сыры элитные, также и задумки и у нас есть, и увеличение объемов. Но сегодня, как Федор Васильевич сказал, мы ограничены в производственных мощностях и в оборудовании, которое у нас установлено. Поэтому мы вырабатываем тот сыр, который позволяет наше оборудование. — Давайте мы поговорим о том, что предпочитают, еще раз вернемся к сетям, что предпочитают закупать федеральные сети. Если в свои магазины все понятно, можно весь ассортимент продукции представить. Местные сети, там, Глобус, да, он тоже старается максимально представить все возможные продукты, которые производят все возможные предприятия Кировской области. А сети что выбирают? — Федеральная сеть на сегодня предпочитает сыры низкожирные, более 30% жирности, и предпочитает сыры фасованные в индивидуальной упаковке. А мы на сегодня полностью обеспечить все заявки в фасованных именно сырах в индивидуальной упаковке не можем. Хотя тенденция к этому есть. Мы в прошлом году запустили новый цех, построили новый цех, где предусмотрено увеличение именно производства фасованных сыров. — А фасовка сыра, она как влияет на его цену? — Ну, сюда закладываются и трудозатраты, и упаковка, и в основном... — То есть, если я предпочитаю купить подешевле, например, тот же сыр, то лучше брать весовой в магазине, подойти к головке сыра, и там себе отрежут? — Да, он подешевле. Но тут есть сложность какая. Торговым сетям на сегодня тоже ограничение. После вскрытия упаковки допускаться не более трех суток сырную головку в открытом виде держать. И поэтому сети тоже сейчас начинают с уменьшения потребления именно больших головок сыра, и тенденция у них идет к фасованным сырам. И проще работать с ними. Индивидуальная упаковка не нужно... — И храняться тоже. — Да, и хранить, и срок продажи увеличиваться. Не нужно трудозатраты дополнительно производить по содержанию, по хранению камеры тоже нужны. — Ну вот это правда интересно, потому что если ты где-нибудь находишься в другой стране, особенно в последнее время, когда выезжаешь с сыром, там проблема, ты стараешься сыр купить, попробовать. — Это в любом случае лакомство. — В любом магазине тебе дадут попробовать, и ты можешь выбрать, это очень важно. И я не помню, что я покупала упакованные сыры, я старалась, наоборот, как бы отрезать от головок сыр, потому что очень важно еще посмотреть, какой он там на срезе, понюхать его, вот это вот все посмотреть. — А здесь, да, наверное, когда ты для ежедневного потребления покупаешь, ты... Я даже не задумывалась, что, может быть, в головке сыр, он и свежее, и дешевле получается, чем ты берешь в упаковке. — Это, наверное, да, вопрос. Ну и вообще ведь вопрос, наверное, спроса и расширения ассортимента и рынка, он очень сильно связан с культурой потребления, собственно, сыра. Потому что никто, наверное, не будет спорить, что для русского человека до сих пор сыр — это прежде всего там ломтик на бутерброде утром. И ты туда уже там какой-то суперэлитный сыр вряд ли положишь. — С появлением микроволновок еще на горячем бутерболе. — Да, вот ты сейчас подкажешь, добрый и полезный сыр. — Причем сырный продукт плавится отвратительно. — Он пенится, что ли? — Потому что сыром не является. Поэтому тут большая разница. — Ну вот все-таки, смотрите, поддержана ли вот эта вот тенденция, которую Виталий Сергеевич Рябов обозначил, что приходится разрабатывать и смотреть в сторону продуктов либо сырных продуктов, то есть не чистый сыр, а с примесью каких-то добавок, либо более дешевых, легких сыров? — Нет, есть еще третий вариант — это производство элитных сыров. Понятно, что ценник будет высокий, но ты уже ориентируешься как раз на определенную аудиторию. — Вот в Кировской области есть спрос такой аудитории? — Надо спросить. — Давайте, Федор Сураев. — Я оцениваю спрос на элитные сыры российского именно производства у нас в регионе как невысокий, и продвигаться в этом направлении мы не планируем. По поводу того, что производить сыры с более низкой жирностью, ну вот это, я думаю, как вариант развития отрасли. Потому что уход в пользу сырных продуктов мы вообще не рассматриваем как вариант, потому что мы готовим, вырабатываем продукты только натуральные, из молока без добавления растительных жиров. — Тем более, что у вас вертикально интегрированный холдинг и собственные объемы поставки молока как раз для сырного производства. А все-таки, на ваш взгляд, вот эта идея Минсельхоза, понятно, что шанс на то, что она найдет свою реализацию, невелик. Запретить в России производство, продажу сыроподобных продуктов, он необходим? Или все-таки, как сказал у нас Виталий Рябов, нужно на полках магазинов разделять, что вот это, грубо говоря, спрет, сыроподобный продукт, а вот это настоящий сыр, и поэтому такая цена? — Ну, вы знаете, я вот считаю, что сыр — это, как сказать, не продукт, обязательный к употреблению, да, то есть его не обязательно есть каждый день, да, и смешивать понятие сыр и сырный продукт. Я все-таки за запрет производства сырных продуктов, за то, чтобы государство защитило граждан, потому что многие не понимают, в чем разница между тем и другим, да, и что под видом одного могут продать вам другое, вот. И я считаю, что все-таки нужно эти понятия разделить, запретить, контролировать и жестко наказывать в случае выявления фальсификации. — Мы вот перед эфиром вчера еще разговаривали с исполнительным директором Вятского молочного союза Людмилой Васильевной Ворошевой, небольшой объемно все-таки исследования проводились, и у нас сегодня Людмила Ивановна даже принесла, насколько я знаю, эти результаты исследований. Есть у нас сырные продукты, которые скрываются под маской сыров? Какие результаты исследования показали? — Вот у меня данные за 2016 и за 2017 год. Отрадно видеть, что в числе заводов, которые изготавливают фальсифицированный сыр, нет предприятий Кировской области, это очень хорошо. Но тем не менее, вот те заводы-изготовители, которые попались в этот перечень, я хотела бы, пользуясь случаем, огласить, чтобы… — Это официальные данные? — Да, это официальные данные. Это проводились испытания в аккредитованных лабораториях. Значит, отборы проб производились с представителями Россельхознадзора, и даже испытания были не только в нашем Кировском центре стандартизации и метрологии, но и в городе Казани специализированной лаборатории, и в Самарском центре по фитосанитарному и ветеринарному надзору. Вот, значит, перечень тех предприятий, которые были уличены фальсифицированной продукцией именно сыров. Значит, Мордовия и Чалковский сыродельный завод, ООО «Молочная индустрия», Самарская область, село Кошки, экопродукт «Татарстан», «Богатые сабы», такое предприятие, «Республика Татарстан», ООО «Арча». Еще одно из «Татарстана». «Татарстан», второй раз «Богатые сабы», тоже, уже получается, третий. Второй вид, да. Получается, три раза «Татарстан» попал вот в этот перечень предприятий не очень хороших. И ООО «Алиев», это ООО «Кошкинский молзавод». Тоже «Кошки». Тоже «Кошки». А сколько было там написано? Так, значит, было всего взято для исследования за два года 12 образцов, и из них вот 10 образцов были фальсифицированы. Было сказано, где были взяты эти образцы? Образцы были взяты в торговой сети. Ну, вот «Татарстан» — это сельскохозяйственная провинция, наш сосед, там очень активно развиваются предприятия разнокалиберные. И у «Татарстана», конечно, линейка уж, можно сказать, представлена от и до. Но фальсификат есть фальсификат. Это именно то, что ты, Олег, спрашивал, что скрывается под маркой сыра. На самом деле... Не скрывайте, тогда говорите вот это, что это сырный продукт. У нас есть, янтарь производит плавленный сыр и плавленные сырные продукты. Ты выбираешь по ценнику, что тебе нужно. Ну, я за то хотя бы, чтобы начали разделять на полках, действительно. Прямо вот, чтобы конкретно я пришла, особенно спешащие там мамы и папы, которые вот долго не могут стоять у полок и проверять, чтобы конкретно было видно, что здесь сыр, здесь сырный продукт, здесь молоко, здесь молочный продукт. Пожалуйста, сэкономьте наше время и поддержите наше здоровье. Я сейчас обращаюсь, не знаю, к кому нужно обращаться с этим. Но чтобы так было, действительно. А сейчас меня очень радует, конечно, что кировские предприятия специализируются в натуральном продукте. Сыр из натурального молока, без всяких добавок и примесей. Мы, по крайней мере, по отчету, который сейчас прозвучал, можем сделать такой вывод. И благодарим наших гостей. Людмилу Лебедеву, Михаила Старостина. И Федора Сураева. Разворотный бизнес не завершается. Через 20 минут мы будем говорить здесь с фермерами о том, какой они готовят сыр и кто у них его покупает, каким образом. А сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова